Дамы и господа, мы продолжаем матчевую встречу! Россия-Япония в Екатеринбурге! Турнир организован при поддержке губернатора Свердловской области Куйбышева Евгения Владимировича в рамках международной промышленной выставки Инопром организатор РМК Боксинг Промоушенс, генеральный партнер турнира Русская Медная Компания Представляю вам 12-раундовый бой за титул чемпиона WBC Silver в полусреднем весе до 66,7 кг Дамы и господа, внимание на экран! Мне нравится вести бой первым номером, но если мой соперник атакует, то для меня не составляет большого труда вести бой, используя тактику и второго номера Я работать могу от ситуации, но, как показывает практика, мои последние 3-4 года я старался работать всегда первым номером, то есть в атакующей манере Если боксер одержит победу нокаутом, это, конечно, неплохая мотивация для него в будущем, ведь он будет уверен в себе Я боксер ненокаутирующего плана От большого количества ударов соперники просто обыматывались, они не были в силах продолжать бой именно из-за моего темпа До выхода на ринг я стараюсь хорошо отдохнуть, советуюсь с тренером, настраиваю себя морально и духовно, читаю намаз Прошу Бога дать мне силы выиграть предстоящий бой Нет, соперник тем, что он выиграл моего соперника, как многие говорят, моего обидчика Но на меня это никак не давит, потому что для меня это был именно жизненный экзамен, который тогда я провалил Но я там не раскис, не размяк, я сделал работу над ошибками Я благодарен нынешнему сопернику, узбекскому боксеру, за то, что он дал мне этот бой Думаю, бой будет интересным Дамы и господа, встречайте в синий угол ринга Боец из города Кургантипа, Узбекистан Кудратулу Абдукхоров Узбекистан Уважаемые друзья, но у нас участники следующего поединка И это весовая категория до 66,7 килограмма Кудратулу Абдукхоров из города Кургантипа, Узбекистан 23 года, очень молодой, но очень перспективный, серьезный, серьезный боец, не имеющий поражения 11 побед на его счету, 8 побед на Каутен Человек, который победил Чауза Манючи Человека, который побеждал Дмитрия Михайленко Вот такой вот у нас треугольник Не Бермудский, но тем не менее Хотя это ничего не значит Как зачастую показывает практика 11 боев, да, 8 из них досрочных Нет поражений, нет ничьих В октябре 2015 года стал профессионалом Кудратулу Абдукхоров Относительно недавно Но кроме Чайзу Манючи У него Победа над неплохим билипинским Панчером Адонисом Кабалькинта В июле 2016 года И, кстати говоря Кудратулу Абдукхоров бился не только в Узбекистане И в России Также выступал в Балазии И в Сингапуре В общем, человек поездивший уже по миру Так можно сказать Кудратулу Абдукхоров на ваших экранах Красный угол ринга Приглашается в основной боец И из города Кинжик, Россия Дмитрий Михайленко Ну а теперь выход Дмитрия Михайленко 22 победы 10 нокаутом Одно-единственное поражение От вышеупомянутого Чарльза Манючи 31 год 31 год Дмитрию И неоднократно видел его бои живьем Вот он на ваших экранах Дмитрий Михайленко В свое время владел такими титулами Как поезд чемпиона Европы В полусреднем весе По версии WBO Поезд WBL В полусреднем весе Поезд USBA В полусреднем весе Владел, кстати, поездом WBC Сильвер Президуя вам судейскую пригоду Титульного поединка Боковые судьи Тройс Стэрли Соединенные Штаты Америки Винцеслав Николов Болгария Джон Маккай Соединенные Штаты Америки Супервайзер WBC Питер Нгатане ЮАР Представляю вам соперников В синем углу Боец из города Кургантепа Узбекистан Ему 23 года Рост 177 сантиметров Профессиональный рекорд 11 боев 11 побед 8 нокаутом 8 номер в рейтинге WBA 10 в рейтинге IBF 7 в рейтинге WBC Чемпион WBC Сильвер В полусреднем весе Кудратуло Абдука Хора И его соперник в красном углу ринга Боец из города Келенджик, Россия Ему 31 год Рост 175 сантиметров Профессиональный рекорд 23 боя 22 победы 10 нокаутом Одно поражение 13 номер в рейтинге WBC 11 в рейтингах IBF и WBO Временный чемпион WBC Сильвер в полусреднем весе Дмитрий Механик Михаленко Рефери Дэниел Ван Девилль Бергер Питер Питер, ты можешь идти Сказал Рефери Супервайзеру Поединка Я тебе потом пояс отдам Сергей Пожалуйста Сергей, подержи На время боя Пояс Паратио Я даже не берусь предполагать Кто здесь фаворит Абсолютно Новый тренер У Дмитрия Михаленко Если вы заметили Вот сначала Посмотрим Данные боксеров Возраст Вес Рост Размах рук Подгружной список Выше на 2 сантиметра Кудратило Букахоров Гораздо моложе На 8 лет У Дмитрия Михаленко Новый тренер Алик Бегаев Очень долго Дмитрий Работал с Андреем Лепихиным Но вот Решили они Прекратить сотрудничество Причем остались В хороших отношениях Со слов Дмитрия Михаленко И сказал Дмитрий Что смена тренера Не отразилась Отрицательно на нем Давайте посмотрим Как будет В ринге Первый раунд Центр забрал Дмитрий Дмитрий Михаленко Известен тем Что старается Изматывать соперника В темпом Большим количеством Выброшенных ударов Если вспомнить Его поединок С Чайльзом Манючи Так оно и было Ну после поражения От Манючи Дмитрий Михаленко Бился в Екатеринбурге В ноябре Прошлого года И выиграл Причем выиграл Нокаутом У Брэдиса Пресхота Колумбийского Нокаутера Прославившегося тем Что О Колумбийц был первым Кто отправил В нокаут Никого-нибудь А Амира Хана Да Забрал центр Ринга Дмитрий Михаленко Он в красных трусах Черных перчатках Абдухоров работает Вторым номером При этом События не форсируют У нас запланировано 12 раундов В этом поединке Дмитрий Михаленко Дистанцию в 12 раундов За свою карьеру Уже проходил Что касается Кудротилу Абдухоров То он еще Полностью 12 раундов Не боксировал Ни разу У него предыдущий бой Был 12 раундовый Но Все закончилось Тогда уже В первом раунде По корпусу Абдухоров Отвечает Михаленко Вы слышите Алика Бегаева Это новый тренер Михаиленко Просит джебов От Дмитрия Он когда выбрасывает Дмитрий джеб Есть опасность Пропустить Контрудар Справа От Абдухорова Хорошая атака От Михаиленко Начинает его вязать Абдухоров У Кудротилу Есть удар Он настоящий панчер И с ним нужно Держать ухо востро Во всех своих Трех предыдущих боях Кудротилу Одержал победы Досрочно Причем победил Нокаутом Чарльза Манюча Про которого В общем-то говорили Что это каучуковый боксер Который никогда Досрочно не проигрывает С прекрасной пластикой Умением держать удар И выживать Но вот Случилось то, что случилось И было это 25 марта 2017 года Вот мы видим Попытался подцепить Снизу Абдухорова Своего соперника Конечно же Вы узнали Этого любителя Стихов Сергея Есенина Это Руслан Проводников Наш российский Экс-чемпион мира По версии WBO Нам показывает Угол Кудротилу Абдухорова Коллега Твое мнение По первому раунду Осмелюсь тебя спросить Сложно мне на мой взгляд Пока что-то такое сказать Такой достаточно Разведывательный раунд Бойцы пристреливаются Приглядываются К друг другу Были хорошие моменты И с другой стороны Мне показалось Где-то поточнее Возможно был Дмитрий Ждет Видим уже Небольшая гематома Образовалась Под левым глазом У Кудротилу Совершенно верно Дмитрий не будет Стремиться Накомутировать Соперника Он работает В своей манере Накидывает удары Высокий темп Большое количество Выброшенных ударов Это его работа Это стихия Как раз таки Где любит работать Дмитрий Смотрите Как внимательно Дмитрий держит Перчатки у головы Постоянно у него Правая рука у головы Вот сейчас Подцепил Михаиленко Апперкотом Абдухорова Перекрылся От ответного Апперкота Вроде бы без ударов Но так поддавливает Поддавливает Заставляет нервничать Узбека Михаиленко Абдухорова Ждет момента Двойка по корпусу От Кудротилу Достигает цели Двойный джев Корпусов Михаиленко Уперся Дмитрий В центре ринга Попытался Отогнать его Двойкой Абдухорова Не получилось Хороший в ответ Выбросил Правый Михаиленко Но тут же Нарвался на серию Боковых Абдухорова Но рубиться Наверное С Кудротилу Дмитрию Пока не стоит На мой взгляд Слишком рано еще Второй раунд Всего лишь Здесь нужна Такая На мой взгляд Точечная работа Начинать Атаки С джеба И к джебу Добавлять Что-то еще Накидывать Быстрые Быстрые удары Может быть Не очень сильные Но быстрые И точные Здесь промахнулся Но следующим боковым Достал все же Абдухорова Дмитрия Михаиленко Нужно подходить С ударами Наверное Все-таки Дмитрию Вот как сейчас И Тоже Не застаиваться После своей атаки Потому что Кудротилу Может наказать Удар у этого парня Есть Ну Что касается Кудротилу Абдухорова Да он Спокоен Терпелив Ждет своего момента Ему важно Вытянуть Михаленко на себя И может быть Встретить с жесткой серией Здесь тоже Наверное На одиночный удар Не стоит Кудротилу Рассчитывать Вот Размашистый Кудротилу Сейчас пропустил Несколько ударов Да Он хорошо попадает Дмитрий Михаленко В этом эпизоде Вот его работа Серийная Серийная работа То что нужно Дмитрию Вот хорошо Хорошо И переводить на корпус Может быть где-то Подцепить апперкотом И с открытой головой Не нестись вперед Еще очень важный момент Потому что Длинные руки У Абдухорова И может попытаться Он насадить на апперкот Или на длинный Амблитудный боковой Дмитрия Вот хорошо Сейчас было От Михаиленко И подгонка Ответил боковым Нам показывают Сергея Ковалева Бывшего Чемпиона мира По целым Трем версиям В разговоре Кстати Сергей Ковалев Сказал Что не закончил Он еще не все Сказал в боксе Как боксер И будет продолжать Боксировать И хотелось бы Конечно Посмотреть еще Поединки С его участием Мирового уровня Надеюсь Что они состоятся Заставляю его промахивать Он прямо хорошо На контракт Работай на контракт Жди его Ашиха Жди его Ашиха С пуза голова Понял Вот прям Не надо мететь на него Ты его как бы поджимай Но сам не делай Жди Потому что он заряжен Он очень сильно заряжен Он не такой опытный Как ты Он бросается Заряжается Просто жди Когда он уйдет Сейчас все будет хорошо У нас третий раунд Из 12 запланированных Напомним Дмитрий Михаленко Вот он в красных трусах Взял да и пошел вперед Да еще и с ударами Ничего себе Его соперник Кудратило Абдукахоров Высшее ростом Кудратило является чемпионом WBC Silver Обладателем этого пояса Дмитрий В этом поединке В качестве претендента Выступает Полусредний вес Весовая категория До 66 килограммов 700 граммов На месте локти У Михаиленко Блокировал эти удары Эти крюки по корпусу От Абдукахорова Очень Дима Внимателен сейчас Стал в защите Лишний раз Не подставляется Хорошо 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 Серийная работа То что Дима умеет делать Любит и умеет Мне кажется Очень важно сейчас Почувствовать те углы Под которыми бьет его соперник Абдукахоров И после этого Уже потихонечку Начинать наращивать темп Но вот сейчас Хорошо Дима Сблокировал Контратаку Узбекского боксера Но нужно Отдать должное Абдукахоров Дает работать Михаиленко Позволяет Не прессингует Пока Огрызается Только Стал встречать Все чаще Джебом К утратилу Абдукахоров Дмитрия Ох Какой хлесткий удар От Абдукахорова Хорошо Что он пришелся Не чисто в голову А там была рука У Михаиленко Да Была на месте Перчатка У Дмитрия Вот ответил Ох Хорошо Сейчас поработал Дима Быстрый Четкий апперкот И тут же Добавил крюк Смотрите Огрызнулся Хорошим апперкотом Сейчас К утратилу Абдукахоров Подсостоялся Дима И смотрите Воспользовался Ситуацией К утратилу И Так Насыпал Гороху Даже не гороху Наверное Посерьезнее удары Под ножом Ох Жетко И акцент По корпусу Левый боковой От Ардукахорова Отвечает Михаиленко Но не надо Не надо Не надо Дмитрию рубиться А вот Кудратило Как раз Самое то Для него Рубка Наверное Была бы Здесь полезна Принял На себя эти удары Дмитрий На защиту Работа корпусом Вот что требует От Дмитрия Михаленко Качать Маятник Вот здесь хорошо Кстати ушел Корпусом Но Пропустил На выходе Да Кудратило Опасен Опасен И Если очень хорошо Попадет Вот сейчас Жеткая двойка Ох Подсостоялся Дима Под конец раунда Ни в коем случае Нельзя делать это Скорее всего Вячеслав Фетисов Еще один человек В очках На вип На вип Так сказать Местах Прославленный Российский хоккеист Наиболее яркие моменты Завершившиеся Трех минутки Вашему вниманию Четвертый раунд Дамы и господа Ваша поддержка Четвертый раунд у нас Дмитрий Михаленко Кудратило Абдукафоров Вот такой размен Яростный С первых же секунд Раунда На ближней дистанции Мы с вами видели Первым номером Работает Дмитрий Идет вперед Плотно перекрыт Принимает удары На защиту Удары Кудратило Абдукафорова Вот рекомендации В углу Из угла Точнее Бить по корпусу Не давай ему боксировать Боксировать не давай Поджимай его Отвечает Кудратило Абдукафоров Всаживает практически Каждый удар Силовой Михаиленко Мы видели апперкот с вами Мгновением ранее Продолжает работать И поджимает Дмитрий Михаленко Своего соперника Но нужны удары Нужны удары Пока он взял Такую паузу Провел правый боковой Два джеба От Михаиленко Ответный джеб От Абдукафорова Но пока контролирует Центр ринга Дмитрий В принципе Смотрится неплохо Неплохо С таким опасным панчером Здесь на защиту Но вот Нужно сразу же На мой взгляд Отвечать после атаки Соперника Тут же работать В ответ Темп достаточно высокий Абдукафоров порой Разнашестый На этом его можно Поймать на мой взгляд Очень много ударов Выбрасывает по туловищу Абдукафоров Но он хочет Ох Какая опасная Двойка от Абдукафорова Зевнув сейчас Дима Худратило Да Хороший эпизод Для узбекского боксера Подсказывают Подсказывают Из угла Дмитрию Больше раскачивать Маятик Не давать попадать Не принимать эти удары На себя На защиту Не должна быть у Димы Голова в статике Я думаю Вот такая Задача В том числе Ну и мы видим К концу Четвертый раунд Ну вот действительно Если подходить То подходить с ударами Смотрите Как стал часто Выбрасывать удары Кудратило Абдукафоров Гораздо больше На мой взгляд Выбросил Чем Михаленко Но вот хорошие крюки От Михаленко Слева Но рановато еще Рановато Мне кажется Подкрытый такой Размен Да еще пока Дмитрию Кудратило Готовку сейчас Павел Дацук У нас был сейчас На экране Ну у нас сегодня Практически Если не весь То какая-то часть Цвета От российского Спортивного Бомонда Присутствует ПоPar haciendo Поддерживаю И 있습니다 Побьешь Возьмите! 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 Пятый раунд! Пятый раунд! По-прежнему Дмитрий Михаиленко работает первым номером, старается поджимать соперника. Вот смотрите, перехватил атаку Кудратило Абдукахоров. На месте руки у Михаиленко удары по большей части пришлись по защите. А вот здесь опасный апперкот и опасный правый выбросил Абдукахоров. Да, Кудратило очень хлестко бьет. Порой размашисто, но почти каждый удар у него силовой. Ну и бьет очень под разными углами, он наносит удары. У него длиннее руки, он может себе позволить. Но нужно понять все-таки Дмитрию, какая дистанция ему удобна. С Кудратило все понятно, он на дальний, на средний может. Может быть Диме действительно поджать и поработать в инсайде где-то, на ближней. Покормить соперника боковыми апперкотами. Но с другой стороны не дает так просто подойти к себе Абдукахоров. Он все время в движении. И двигается на ногах Абдукахоров. Вот сейчас подзастоялся Абдукахоров, несколько крюков вылетело у Михаиленко. Такое случается не часто. Кудратило прекрасно понимает, что ему тоже стоять нельзя с таким соперником. Совершенно верно. Дмитрию Михаиленко нужно больше работать, потому что пока Кудратило, на мой взгляд, пока перестреливает где-то Дмитрия. Ну да, начиная, если к середине третьего раунда включился узбекский боксер. Он, кстати, спокойно отходит кудратилок Каната, но чувствует себя комфортно. На выходе из клинча попадает слева боковым Михаиленко. И еще один левый боковой. О, хорошо! Нужно развивать атаку Дмитрию! Ну, аккуратно! Подцепил, подцепил сейчас, да, Михаиленко левым крюком. Постоянное давление! Постоянное давление! Подсказывают Дмитрию из-за глаз, чтобы он постоянно, постоянно оказывал давление на своего соперника, не давал ему отдыхать, не давал ему лишнего пространства. Вот мы видим, да, что... О, хорошо! Хорошо ушел от джеба и тут же встретил боковым Михаиленко Абдукахорова в предыдущем эпизоде. Здесь успел убрать Михаиленко голову от встречных ударов. Хорошо по корпусу на ближней дистанции. Вот, в инсайде можно работать Дмитрию. И еще раз, и еще туда же. Блокировал апперкот от узбекского боксера, от узбекского Михаиленко. И не падает темп в поединке, я думаю, что и не будет падать, скорее всего. Уверен я, что готовы оба на все 100% в плане физухи, физической кондиции, простите. Неплохой раунд для Михаиленко, особенно во вторая половина. Но застаиваться не надо у Карнатов. Не надо ни в коем случае. Не надо принимать на себя эти удары Дмитрию. Стар! Это как раз таки хреб. Размена до хребов Дукохорова в данной ситуации. И для Кудратило это хорошо. Пятый раунд закончен. И сейчас в мое время застарается. Кудратило. Я влечу. Я влечу. Я влечу. Я влечу. Я влечу. Не бегай от него. Ты бегаешь от него. Надо бегать, только с нечая и не отбор. Я влечу. Не надо бегать. Застарка! Хорошо, что я тогда не сречу. Просто что я тебе одну в пакетинг? Я тебя лечу. Ну, кстати, дорогие друзья, покопавшись в интернете на одном известном сайте боксерской статистики Нужно внести коррективы и справедливости ради, скажем, что все-таки проходил полностью 12-раундовую дистанцию Кудротило Абдукахоров Соответственно, готов он Да, он имеет такой опыт Ко всем трехминуткам Понимает, сколько это дистанция, рассчитывает ее по силам Ох, попадает сейчас Кудротило, хорошо Неприятный такой удар пропустил Дима Топ-топ-топ-топ Ну, очень давно спусти Бокс Хорошие крюки от Михаиленко Левый навстрел О, хорошо попадает Дима Провалил соперника и попал Вот то, что ему надо Ну, а Кудротило нужно Работать по этажам И может быть не заряжаться на силовые удары, а где-то бить полегче, но и быть похитрее чуть-чуть Начал двигаться на ногах Кудротило Тянуть на себя немножко Дмитрия Но готовит удар навстречу Хорошо попал Дмитрий левый боковым Попадает Дима, и мы видим, что запрыгивает в клинч уже Кудротило Вот здесь хорошо Не дотянулся С другой стороны Дима Кудротило встречает Михаиленко джебом О, дал промахнуться и попал сам Михаиленко То, что ему нужно И еще два удара пропускает Абду Кокоров Мы видим, что в шестом раунде немножко он снизил активность Позволяет подходить, кстати, на удобную для удара дистанцию Абду Кокоров Меньше стал он сейчас работать передней рукой джебом И удается проходить вот этот джеб сейчас Дмитрию Михаиленко Вот хорошо попадает Дима здесь Потери равновесия Никакого нокдауна не было, конечно же Принимает удары Михаиленко на защиту И нужно в идеале, конечно, тут же отвечать Но Кудротило быстрый По-прежнему ручная скорость на уровне у узбекского боксера Пока сейчас к середине боя Не видно каких-то определенных признаков Утомления того или иного боксера Так достаточно в высоком темпе идет Конкурентный бой Для Михаиленко нужно... Опа! Там хорошо зарядил по корпус у Дима Возможно, почаще ему нужно бить А Кудротило, на мой взгляд, нужно Оттягиваться больше на дальнюю дистанцию И на дальнюю дистанцию встречает Михаиленко У него длиннее руки И он может побить амплитудные удары Как боковые, так крюки, так и джебы Седьмой раунд Седьмой раунд Седьмой раунд Седьмой раунд в этом поединке Во вторую фазу, во вторую половину Перешел бой Дмитрий Михаиленко Кудротило Абдукохоров Дмитрий в красных трусах, черных перчатках В атаке На кону пояс WBC Silver В полусреднем весе Бой за пояс и за место в рейтинге Снова начал активно двигаться на ногах Кудротило Вот по корпусу в инсайде Перевод в голову Хорошо сейчас получилась у Димы Да, держит темп высокий Дмитрий Навязывает он этот темп Абдукохорову и попадает Попадает Там встретил двойка Абдукохоров Михаиленко, но Дима все выдержал И продолжил работать первым номером И идти вперед И снизил акцент сейчас Абдукохоров стал бить менее акцентированные удары А он перестал Перестал вкладываться в них Да, перестал вкладываться И стал меньше сайдстепить, я бы сказал даже так И где-то чаще стал застаиваться на удобной для Димы дистанции Кудротило Я думаю, что вот эти пропущенные удары Там наш, возможно, уже начал сказываться Начал сказываться, я думаю, тоже Дима действительно в седьмом раунде И в шестом начал бить больше До этого перестреливал его Кудротило А сейчас немножко поменялась ситуация В плане количества выброшенных ударов Вот Вот нельзя оставаться на вот этой дистанции Удобной для Абдукохорова Нужно опять включить Диме удары Смотрите, сейчас цапнул Цапнул, кстати, Абдукохоров Опасно своего соперника О, навстречу какой удар И еще один справа зарядил Абдукохоров Вот так вот Нельзя, нельзя расслабляться с этим боксером Успех по-прежнему опасен Здесь Михаленко сблокировал Хороший апперкот от Дмитрия Отвечает бокам Абдукохоров, но по защите Абсолютно согласен я с тренером Михаленко Нужна Дмитрию серия Вот такая Кудротило нужно на дальней дистанции больше работать Хороший апперкот от успехского боксера Вот позабыл слегка про джеб, мне кажется, кудротило, а зря Заканчивается седьмой раунд Хороший боковой справа Михаиленко Да, сумел навязать Дмитрий вот эту вот среднюю дистанцию И она удобна, наверное, Михаиленко в большей степени Согласен Непреднамеренное столкновение головами и рассечение А, даже не так Даже замечание Замечание, снимают Один бал Как-то странно Все-таки, видимо, намеренное столкновение головами Хотя, accidental headbutt переводится как непреднамеренное Я очень понял логику рефери Он объявил, что непреднамеренное рассечение По колене головами И тут же снял бал И тут же снял бал с Абдукахорова Вот, вот это все называется Но рефери был близко в этот момент Все видел и принял решение Возможно, просто поменял потом решение Вы слышали, что сказал тренер Утратило Абдукахорова Восьмой раунд Восьмой раунд А вот смотрите В восьмом раунде пошел вперед Абдукахоров Уперся в центре ринга Не стал работать вторым номером И заставил пятиться Дмитрия Михайленко Впервые за поединок Насколько могу я судить С того, что я видел сегодня В ринге в этом сражении Да, пошел вперед Абдукахоров Попадает хорошо по корпусу Слева Смотрите, подзастоялся Дима Может быть где-то не ожидал, что так Стартанет в восьмом раунде И будет работать первым номером Кудратило Но вот включился здесь Абдукахоров И вот такие вот атаки он выдает В начале восьмого раунда Начало восьмого раунда за узбекским боксером Я думаю, здесь сомнений быть не может Но Диме нужно менять ситуацию Если он хочет победить Победить убедительно Ну что же самое касается и Кудратило Вот мы видим Удалось Диме Опять отогнать канатом Абдукахорова Но вот это рассечение очень неприятное У Дмитрия Михайленко Очень неприятное Взял Михайленко паузу Соответственно работает Абдукахоров Нужно вспомнить про серийную работу Михайленко Пока Кудратило очень неплохо встречает Диму И попадает Пожалуйста Хрилевский правый Боковой Пошел вперед Перехватил инициативу Абдукахоров Хороший раунд пока что для узбекского боксера Да Сначала восьмого раунда прессингует Он идет вперед И не забудем Что в седьмом раунде После седьмого раунда Снято Снято один бал С Абдукахорова Опять пошел Дима вперед Последняя минута восьмого раунда И сейчас будет приглашен доктор Насколько я понимаю Там в районе виска я так понимаю Рассечения где-то Окей Хорошо Да и вот насколько нам удается отсюда видеть Достаточно серьезное рассечение Но разрешили продолжать поединок Встречает апперкутом Дмитрия Михайленко Кудратило Абдукахоров Задвигался узбек снова на ногах Но вот здесь хорошо попадает Дима Дал промахнуться Но затем Левым боковым достал Дмитрия Михайленко Кудратило Абдукахоров Но вот здесь работа Михайленко должна быть На ближней Ох, хорошо попадает Дмитрий И может вырвать концовку раунда И снова правый боковой от Михайленко Вот низковато держит Левую руку Абдукахоров И здесь Есть шанс Попадает Дмитрий справа Причем не первый раз За этот бой сегодняшний Да, но в целом Восьмой раунд Пожалуй Я бы занес Большего актива Кудратило Абдукахорову Который Может быть где-то удивил Диву Когда пошел Кудратило Работать первым номером В восьмом раунде И получался Не торопись Не торопись Спокойно Бестянина шнет Все Девятый раунд Пожалуйста, пожалуйста Коллега, ты считаешь, что сейчас На передний план начнет Выходить именно Функционал Несмотря на то, что оба бойца Проходили дистанцию в 12 раундов Я думаю, все равно будет сказываться Насколько Насколько сохранились силы бойцы Для вот этих вот раундов У нас девятый Дмитрий Михайленко в красных трусах Я думаю, что вы все уже прекрасно знаете Ох, как хорошо сейчас попал Дмитрий левым кругом Но там попал Абдукахоров тоже Вот какая работа для Дмитрия Да, да, решил поразмениваться Дима Мы видим, что не нравится, кстати, это узбекскому боксеру Очень неприятный левый такой острый крюк пропустил Абдукахоров Сейчас слева попал навстречу Точно Абдукахоров Но это Дмитрия Михайленко не остановило Идет он в инсайт Дмитрий выступал в США Кстати говоря, за свою карьеру Боксировал с американцами И знает, что американские профессионалы Очень неплохо работают в инсайде Поддержка публики Но вы слышите все сами Попадает Абдукахоров апперкотом Справа, но Михайленко удар выдерживает Слева по корпусу попадает Михайленко Да, ему нужно Дмитрию держаться на ближней И мы видим, что не всегда успевает сдерживать Михайленко К утратилу Абдукахоров Смотрите, все чаще стал Абдукахоров опускать руки Один вариант, он пытается спровоцировать Дима А другой вариант, что уже подустал Подустал, возможно Девятый раунд Бой идет в очень высоком темпе Плюс к этому еще эмоциональное напряжение И, кстати, относительно, если не считать вот этого столкновения головами Относительно чистый поединок Мало, пока клинчуют боксеры Не особо много грязи И это прекрасно Нужны удары Нужны удары и тому, и другому Серийная работа нужна и тому, и другому Ох, хорошо Сейчас попадает Попал, попал Дима Но по-прежнему опасен Абдукахоров И успел воткнуть апперкут Вот он все же после удачной атаки Дмитрия Вот так проваливаю его в сторону Вот здесь, да, с ударом Подходит Дмитрий Уходит корпусом от ответных Панчей Кудратилов-Дукахоров Нужна концовка И тому, и другому боксеру Однозначно Хорошая защита корпусом от Дмитрия Сейчас мы видели Но вот если восьмой раунд был все же За Кудратилов-Дукахоровым То девятый раунд, я считаю Димин Дмитрия Михайленко А нас ожидают Чемпионские десятые, одиннадцатые, двенадцатые раунды Ну ты что-то, у меня все удары на кого-то Где двои удары? Лещички, забери стрелка отстал Догой Доктор Десятый раунд Десятый раунд Дмитрий Михайленко Кудратилов-Дукахоров Бой за пояс WBC Silver В полусреднем весе Пошел вперед Дмитрий Михайленко Боксер из России Его соперник Представляет Узбекистан Абдукахоров поражение не имеет Перспективный Ну, даже, наверное, уже не проспект А такой Вполне себе контендер Потому что есть у него позиции В рейтингах ведущих организаций Хорошая работа на ближней дистанции От Дмитрия Михайленко Вовремя вернул правую руку на место И сблокировал ответный жесткий удар Абдукахорова Ну и вот здесь на ближней и средней Мне кажется, немножко начал перерабатывать Дмитрий Кудротуло Да, Кудротуло, мне кажется, может... Оп, хорошо попадает слева Дима И здесь нужно работать ему А вот дорвался на опасный удар Сейчас навстречу Дмитрий Михайленко Кудротуло По-прежнему опасен Его процент побед нокаутом говорит сам за себя Причем над серьезными боксерами Звучая Чальза Манючин Конечно Стоп, стоп Стоп, стоп, стоп Бокс Здесь по защите Но все равно тяжелые удары узбекского боксера Хорошо Дмитрий 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 Чуть-чуть меньше 30 секунд остается до конца Десятого раунда Вот да, начал именно так работать Ударил И отскочил Абдукахоров И эта тактика приносит ему успех Сумел немножко изменить ее Абдукахоров После предыдущего раунда Заканчивается десятый раунд Несколько раз на ногах сейчас удалось уйти Абдукахорову от атак Михаиленко И попасть самому причем Десять раундов позади в этом поединке Самое интересное нас ждет Продолжение следует... 10-ой атаке 11-ый раунд По-прежнему в ринге все те же боксеры Утратилав, Дукахоров, Против Дмитрий Митрий Ленко Смотряахте с какой атаки начинает этот раунд Дукахоров Но кстати у него хорошо получалось работать первым номером Почему-то он нечасто пользуется этим. Я про Абдукохорова, конечно же. Вспомнил тот же восьмой раунд. Взял паузу Михаиленко пока и этим пользуется Абдукохоров. Смотрите, и акцентированный левый за локоть, левый боковой по корпусу проводит Кудротило. Если где-то в середине раунда Кудротило снизил такую вот свою активность именно в акцентированных ударах, то сейчас снова начал опять выбрасывать мощные удары. Ну, возможно, накачка в углу, корректировка, и открылось второе дыхание где-то. Кудротило Абдукохорову вообще-то 23 года. Он на восемь лет младше, Дмитрий. Тут разница еще, конечно, в возрасте. Ух, какой апперкот сейчас запустил Абдукохоров. Разозлился Дима. Диме нужно разозлиться. Но с холодной головой при этом. Хорошая двойка от Михаиленко. Достаточно серьезное рассечение продолжает кровоточить на правом виске у Дмитрия Михаиленко. Да, и мы видим, встречает его Абдукохоров. Ох, какая атака. А вот Абдукохорова. Дима идет, но идет без ударов. И, соответственно, дает дышать Абдукохорову, чем Кудротилов пользуется. Но вот сейчас попытался взорваться Дмитрий. Успел, успел уйти, по мне показалось, Абдукохоров здесь на ногах. Вот сейчас хорошо, но нарвался. В итоге запустил хороший левый навстречу Абдукохоров. Но то, что Дима подходит без ударов для Кудротилов, конечно же, хорошо. И он этим пользуется. Вот хрилевский правый боковой по корпусу от Кудротилов. Дальняя дистанция – это тема для узбекского боксера хорошая. У него длиннее руки, он этим пользуется. О, какой апперкот. Аперкот очень опасный сейчас пробил. Хороший апперкот от Абдукохорова. Отвечает боковым Дмитрий Михаленко. Заканчивается одиннадцатый раунд. И попытался вырвать концовку в этом раунде Дмитрий. Андрей Рябинский на ваших экранах человек, который много сделал для развития профессионального бокса в России. Но было бы удивительно, если бы его не было. Андрей Рябинский является промоутером Дениса Лебедева. Ну что, финальный двенадцатый раунд. Одиннадцатый, на мой взгляд, был опять за узбекским боксером. И ничего пока не ясно в этом поединке. До конца не ясно еще. Ну, смотрим, у нас еще двенадцатый раунд впереди. Давайте смотреть повторы наиболее ярких моментов одиннадцатого раунда. Вот тут обвинялись апперкутами. Я тебе, а ты мне. Вот так вот. Заключительный двенадцатый раунд, дорогие друзья, в этом поединке. Все в порядке. Спросил Дени Вангарвинда и Абдукохорова. Пошел вперед Дима. Но на выходе так из полуклинча ответил Абдукохоров, хлестнул боковым. Вот хороший джеб от Михаиленко. Почаще бы включать джеб Диме. Начинать атаки с джеба. Как на ногах начал финтить немножко Абдукохоров. Вы смотрите, даже успевает дергать немножко своего соперника, провоцировать Дмитрия. Вот Диме после атаки Абдукохорова, которая приходит периодически по защите, нужно самому тут же включаться. Сейчас провоил и попал двумя ударами, мне показалось, Кудротова Абдукохоров. Здесь не достал, убрал голову Дима от этого размашистого бокового. Подсказывает Михаиленко из угла, что им нужно работать только первым номером в этом раунде. Поджимать и сокращать дистанцию, то, что нужно Диме. Дальняя дистанция и работа над дальней, то, что нужно Кудротилову Абдукохорову. И, кстати, видно, что молодые ноги Кудротилова Абдукохорова делают свое дело. Смотрите, как он двигается. Подвижен очень постоянно. 12-й раунд он прыгает, как козлик, в хорошем смысле слова, конечно же. Стоп, стоп, стоп. И не дает, не дает по себе стоячему попасть Михаиленко. Вообще не застаривается Абдукохорова. Вот, хорошо справа, попадая Дима, но нужно что-то еще добавлять к этому удару. А у Абдукохорова такое ощущение, что второе дыхание открылось. Да, начиная, наверное, раунда с десятого. Ну, то есть Фактор Молдости все-таки играет определенную роль. Ну, вот в этих весах, наверное, все же, да. Попал сейчас апперкотом, мне показалось, Абдукохоров. Сыграет ли Фактор Молдости в бою Мэйвезера и Макгрегора, мы узнаем 26 августа. Нужна концовка и тому другому боксеру однозначно. Вот, встречает Абдукохоров соперника трехударной комбинацией в предыдущем эпизоде. И опять справа достает, и еще раз справа на встречу попадает. И над левым глазом у Дмитрия уже тоже открылось рассечение. Как хорошо, что отменили 15-раундовые поединки. Сказал, наверное, про себя Дмитрий Лучников, как на Дмитрия Михайленко. Конследние секунды раунда. Дима в атаке, но... 11-12 раунд, на мой взгляд, за Абдукохорова. Финальный гонок убежден судейского решения. Абдукохорова. Финальный гонок убежден судейского решения. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сергей Ковалев, пожалуйста, на ваших экранах Не останавливает, а делает сильнее ДимаTorzok 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 У его оппонента более 300 боев в любительской карьере, и он проиграл только один раз до этого. Как вам был сам бой и показался вам он таким жестким? Бой тяжелый, и моего соперника очень сильный. Он как первый номер работает, он вообще сильный. Но, иншаллах, я его выиграл. Как вы считаете, какие ключевые моменты, которые помогли вам победить, одержать победу? Да, в этом году я работал вторым номером, он обманул, и он помогал мне, я из этого победил ему. Я работал в номер 2, и, знаешь, пытался фейнг, пытался трогать его, и это помогал мне победить. Хорошо, спасибо вам, что у вас будет хорошая карьера в будущем. Вы только 23 лет, но у вас много игроков, и у вас много игроков. Будьте счастливы! Спасибо большое за бой, вам всего 23 года, мы надеемся у вас будет очень хорошая карьера в будущем. Людей посылайте в нокаутах, и мы ждем с нетерпением ваших новых боев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! День города Екатеринбурга На площади Театра Драмы 19 августа Полина Гагарина Валерий Миланце Александр Пантыкин И Дмитрий Нагиев Вокальные бойки в суперпроекте Голоса Екатеринбурга Подробности скоро При поддержке губернатора Свердловской области Паркор Русская медная компания Культурный нокаут Для тех, кто понимает Василий Шукшин «Человек земли» Уникальный музыкально-драматический спектакль Участвуют Андрей Мерзликин, Антон Жуков Уральский государственный хор и оркестр Партнер проекта Русская медная компания Мерзликин, Антон Жукова Мерзликин, Антон Жукова Мерзликин, Антон Жукова Вы слышите, что люди поддерживают вас Дай мне свои впечатления о том, что работало и что не было Дмитрий, это был очень сложный бой Мы видим, как все вас поддерживают Скажите нам, так скажем, свой анализ Что у вас получалось, чего не получалось Благодарю всех за поддержку Сейчас говорить о том, что получалось, что не получалось Не хочу, так как я нахожусь еще в ринге Но скажу одно, что предыдущее поражение Был слабее я, а не сильнее соперник Сегодня был сильнее соперник Я был слабее сегодня Я готовился на 100% Никаких заминок в подготовке не было Все, вся команда сработала на отлично На пятерку В этом только моя вина в сегодняшнем поражении Я переношу свои извинения Еще раз хвалу благодарности за поддержку Я не сломался, я не сдался Я буду работать дальше над собой И дальше побеждать всем Спасибо всем Спасибо за поддержку Я не хочу сказать о том, что могло улучшить и не улучшить Потому что я еще в ринге Но я могу сказать, что в моей последней победе Ситуация была, что оппонент был сильнее В этом году я сильнее Мы сделали замечательную работу в тренинг Мы сделали все правильно, но это произошло И спасибо всем за поддержку И я буду пытаться дальше Дмитрий, наверное, не все здесь на арене знают, что вы провели 5 лет своей жизни здесь в Екатеринбурге Вы хотите что-то сказать тем, кто здесь тоже живет? Я поблагодарил всех здесь присутствующих В том числе, естественно, екатеринбургцев Поэтому добавить нечего Всех благодарю Извините Спасибо еще раз Надеемся скоро вас увидите снова в ринге Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!